С чего начинается Родина? А может волны Седого Каспия? Лесные отроги Восточного Казахстана? Величественные очертания памятников былых поколений. Проект «Сакральная география Казахстана» – инициатива президента республики Нурсултана Назарбаева. Его цель – обратить внимание на общенациональные святыни – символы государства, которые объединяют всех людей нашей страны. Меня зовут Зарина Мухамедали. Вместе со мной вы отправитесь в путешествие по самым значимым местам Казахстана. Мы прикоснёмся к древним тайным, услышим невероятные легенды, насладимся бескрайными просторами. Мы увидим красочный калейдоскоп, и каждый его фрагмент – символ нашей Родины. Зарина Мухамедали Субтитры создавал DimaTorzok Открытие в своей жизни Поберут свое начало под этой толщей земли Когда и кем построены Куда ведут Сохранились ли до сегодняшних дней Эти вопросы задает себе не одно поколение археологов Но об этом позже Сначала несколько слов о самом мавзолее Техтурмаз считается местом погребения Султан Махмуд Хана При правителе Карахани он был главнокомандующим царства Но с мечом принес на эту землю И новую религию Был активным проповедником ислама Настолько, что потомки нарекли его святым Субтитры создавал DimaTorzok С возвышенности открывается чудесная панорама на двухтысячелетний город Именно эта часть Тараза, по мнению историков Была основой древнего поселения Самые ранние захоронения здесь датируются рубежом нашей эры Они относятся к зороастризму И эти погребения являются крупнейшим кладбищем огнепоклонников На территории Центральной Азии Были обнаружены и могилы первых христиан-нестырианцев Ведь древний Тараз был многоконфессиональным городом Тараздың орта ғасырларда гүлденуіне осы өзен ықпалеткен Тектурмастың жанында 10-шы ғасырда тастан қаланған көпір болған Керуендер өзенен осы көпір арқылы өткен Көпір құрлысының қалдықтары бүгінге дейін сақталған Төбе кеден ретінде қызмет атқарып қала қазынасын айтарлықтай мұлықтырып отырған Оған негізі нақты дәлел ретінде айтатын болсам Осы Талосе қаласына 10-шы ғасырда қытайлық монақ Чанчуын келген болатын Мене сол көпірден өттім осы жерде басқа елден келген Саудагерлік өмір сүріп жатыр деген деректер бар Мене сол ған қарап осы жерде тас шол болған біз нақты айталамыз Және қазіргі таңда ол тас шолының қалған қалықтары Осы заманауи салынған көпірдің астында жатыр Сондықтан бұл жерде Ақсиек Мазарының орналасуы бекереміз Және 20-шы жылдары бұл көптеген тарихи мәден ескерткіштер қайраған болатын, мене соның қатарында осы тектурмас кесенесі болатын 2001 жылы бұл жерде итені бастаған археологиялық қазба жұмыстары үлгізіледі, сол кезде осы кесененің қалдықтары та болады Бір жылдан кейін, 2002 жылы бұл жерде жаңа кесенес оғлады Мене алдарыңызда таптәуете жаңа бір ерекше кесене тұрдеп айтсам болады Мавзолей тектурмас восстановлен по сохранившейся фотографии 1890 года на месте прежнего Новое здание выполнено в средневековом стиле О личности здесь погребенного легенды передаются из уст в уста уже сотни лет Тектурмас баба жайлы айтатын болсақ, бұл әуле бабамыз 11-ші қасырды өмір сүрген дейді Бұл күсі есімі Султан Махмудшақ, тектурмас халықтың қойған лақабаты Тектурмас деп қойылуы себебі бұл әуле бабамыз өзінің қолбашылық қызметін атқара отырып Унен бұл тартыпты сақтау үшін тұныштық бермеген екенде қалыпқа түныштық бермей Тектері болтыр үнемі жанага рейд демізді сол өзін өзін өкірлермен алып Содан тектурмайтын тектурмас келеттір деп тектурмас атаған дейді Жанеде бізге жеткен екінші аңыз бұл әуле бабамыз ұлы жібек жол торабында жатыр В конце временем, мы учились в доме и в доме, в доме и в доме, в доме. Кроме султан Махмуд хана здесь нашел место упокоения казахский батыр 18 века Мамбет. Мамбет Батыр был похоронен на территории мавзолея Карахан в центре Тараза, но в 1956 году там началось строительство стадиона. Что-то жилье есть. Он стоил в году Тараза и ущемка Магия, и он воздушно, и он был халат на территории Рокелях. И этот текст был в Кабарстане. В любом случае, кара-хан-баба его не сомневался. Он сказал, что Магия, закон, мёртвам. Саулетик кешен зератшылар арасында танмал жер. Мунда жастар дәстүр бойынши ата-баба аруағына тағзметіп, құрам бағыштап баталы оға келеді. Бол жерге барлық туристик бағыттар міндеттірде бұрылады. Дегенмен кесенелерге келіп, керемет көріністі тамашылыған зұрттың кейбіргана төбенің етегіне назар салады. Техтурмас известен загадочной пещерой, которая находится рядом с мавзолеем. Первыми сюда проникли топографы Российской империи. Вот их заметки. Внутри имеется нечто вроде караванного пути. Однако проникнуть глубже не удалось. Исследователи напугали мистические звуки, детский плач, смех, крики. Археологи в теории знали о существовании тайного хода. Жер келектіп тұрғандарын айтау бойынша, ол тас шолдың бейіктігі 2-3 метрды құрайды. 2-3 метр деген ол өте бейіктік. Өте қатты бейіктік. Ол жерден атта, жылқыда, тейлерде өте алады. Сол кезде жаукершілік заман болғанның кейін, қанының мал мүлкін және жаныясының аман сақтап қалушын сол тас шолымен өткізедекен. Осы жер асты жолы, осы тек тұрмасыз кешенімен қарақан кесенесін байланыстыратын жол деп есептелінеді. Ол жерге, мүмксейгүржіз жетпсенші жылдары, атаман-черняев келіп өте аулея табекінсін басывалатын болды. Сол кезде өзернің пушкаларын атып, сол кезде бастап өте жер астыл жолы жабылды деген мәлметтер бар бол, тарихи мәлметтер. Более того, кроме архивных свидетельств, на стороне версии существования подземного туннеля стояла и народная молва. Если верить легендам, под Таразом может быть обнаружено целое подземное царство, растянувшееся на весь регион. Уңғыржолы, қаланшын де көне монша бар, сол моншаға парады дейді. Және де алматыға баратқан таршолда Ақшолак деген елді мәкен, сол жерде Ақыртас деген сонда киелі жер бар, комплекс сол жерге апарады дейді. Және де кебір деректерден шымкент обласында шайан деген елді мәкен бар. Және де құрытым қарады деген елді. Және де құрытым қарады деген елді. Және де құрытым қарады деген елді. О подземном ходе снова громко заговорили в конце 20 века. Журналист и историк Амантай Айзахметов несколько лет искалас. Он так описал в книге «Белые гуси дикого поля» или «Тайны запредельного мира» находку. То, что произошло тогда у горы Техтурмас, было невероятным. Когда мы расчистили ход, нашли конскую подкову. По этому ходу можно было идти, ведя в поводу верблюда. Но дальше, метров через 30, у нас начались сложности. Ход уперся в тупик. Вернее, впереди был завал. К сожалению, дальше следователь не продвинулся. Сегодня его уже нет в живых. И другого энтузиаста, кто бы продолжил поиски, так и не нашлось. В память о его работе этот железный люк и соображение безопасности вход в глаз закрыли. Версия о подземном туннеле имеет полное право на существование. Тарас несколько раз был столицей, и такие пути помогали бы горожанам скрыться от врага. К слову, не только искатели приключений могут найти себе здесь дело всей жизни. Техтурмас интересует уфологов и любителей паранормального. Местные рассказывают об НЛО и призраке древнего сияющего старца. Говорят о геомагнитных аномалиях и невероятных случаях исцеления от недугов. Не обещаю, что вы именно с этим столкнетесь при посещении Техтурмаса, но то, что запомните это место надолго, гарантируем. Елдин археологиялық меккесін артқа тастап, сапарымызды әр қарай жалғастыратын уақыт келді. Ал бізде оңысты Қазақстан облысы күтіптір. КАЗАХСТАН 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 издавна славится паломническим туризмом. Несомненно, центр духовных святынь края Туркестан и его сокровищница, видимо, в Залеев и древних городищ. Посетить место упокоения Ходжи Ахмета Ясауи обязан каждый казахстанец. Но в этой экспедиции по символам нашей Родины нам захотелось изучить места, о которых широкой публике известно меньше. Наш путь лежит в Казагурский район области, овеянный легендами и сказаниями. Сюда не иссякает поток паломников. Мы продвигаемся в гору, где в зеленой ложбине раскинулся оазис, вокруг погребения святого Ахбура. Ахбура – әулея Кесенесе. Шымкент қаласынан он түсіке ғарай, елю километр жерде орналасқан. Көрпкел әр емші Ахбура 11-12-ші ғасырларда өмір сүрген. Исламды уағызаушы қожақмет Ясауидың шәкірті болған. Кесене өзбекстандағы қарлығашпей Кесенесінің үлгі Субойша – 1991 жылы салымды. Площадь комплекса вокруг Мазара – 7 гектаров. Здесь раскинулся цветущий сад, расположены хозяйственные и жилые постройки, где могут остановиться многочисленные почитатели, аулее и туристы. Все это построено на взносы местных жителей. Самовзолей исторической или архитектурной ценности не представляет, но его красочный бэкграунд вызывает интерес. Так кто же такой Ахбура? Из-за своего географического положения между густонаселенными городами Ташкент и Тарас, Казугурт всегда находился в центре исторических событий. И, конечно же, здесь не могли не появиться личности крупного масштаба, которые оказали влияние на историю региона. Один из таких – Ахбура. По преданию, Ахбура был суфием, но кроме религиозной мощи славился он своими целительными способностями. Говорят, в процессе лечения рядом появлялся белый великан-верблюд, который охранял целителя от темных сил. Он был его верным спутником в путешествиях. А еще во время зикра у целителя изо рта шла белая пена, покрывая плечи и грудь, извергались белые искры, и в этот момент он обладал неимоверной силой. Поэтому и прозвали деревиша Ахбурой, а настоящее его имя Ахберген. Народные предания также приписывают ему способность перемещаться по воздуху на огромные расстояния. Ахберген 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 Дерево, описанное в легенде, и поныне растёт в зелёной лощине. Вот этот раскидистый великан. Местные утверждают, что среди растений края нет ни одного данного вида. Святой, способный оказаться в разных географически удаленных местах за кратчайший срок, такую легенду я слышала на Мангастау, и она была обе ке-тата. Культуролог Зирана Узбаева считает, что образ святого Акбура гораздо древнее и имеет доисламские корни. Достаточно распространенный мотив, в принципе, полета. Я уже говорила, что как гиперборейские мудрецы, например, на стрелах летали, и были другие варианты полета. Вообще, возможно, и скорее всего так и было. Много же рассказывают о том, что на Тибете монахи обладали какими-то особыми практиками быстрого передвижения. Это вплоть до этнографического времени, вплоть до 20 века. Такие легенды и у казахов встречались, что люди, которые овладели определенными знаниями, чем-то таким владели. Так что, в принципе, это нормально. А вот, возможно, Акбура был покровителем верблюдоводства на каком-то этапе своей истории. И знаете, еще какая есть... У казахов есть такая поговорка «Акбура щукпей, жергуль демиды» как-то так. То есть, пока белый верблюд не опустится, ну и здесь имеется в виду неоплодотворит, земля не будет рожать, не будет свисти. То есть, здесь возможно, этот Акбура имеется в виду снег, что снег падает на землю, потом снег весной тает. И потом, как бы, за счет влаги снежной земля расцветает весну. Сеубек, Калкулолы. 13 жыл бойы Акбура кесенесінің шырақшысы болып жұмыстейді. Мұны жұмыстеп атағынан гөрі тағдыр бейрғы деген дұрш шығар. Себеб ол осы міндетте әуелден жалғастырып келе жатқан 40-шы ұрпақ. Бұл кісінің арғатасы кейл орынды қорғауды қол қалған әкен. 1991 жылға дейін бұл жер есіз болғанын айтып кетті. Ал кейін қалықтың рухани сана сезім оянғаннан бері көмек келе бастыған. Қарапайым тұрғындар мен ғатар, шенеуніктер. Сафхоз директорінен бастап, оғыл сәкімнедейін көмектесе бастыған екен. Көп түкірсе көрі болады демекше барлығы жиылып кешен салған. Шырақшы Сопының әруағы бұл жерді әлде қорға бүзіргеніне сенімді. Ақпыра бабамыз, ұнау қысылтайан бір соғыс болатын боса, ашаршылық болатын боса, жер сілкінетін боса. Мұнау қалыққа түйебі босдап, дауы шығарып, белгі бередекен. Соған ұлайықты жұрттар қамжасайтын оқыттар бұған екен. Ал енді ол ең ақырға белгі бергені өзі аяғасты болып, қараусыз қалып жатқан кездей, осық 65 жылдарға туыра келеді. Осыған ұқсас аңыз сайрамда да бар. Сол маңда 12-шы ғасырда өмір сүрген әуле Каммалидин байзауидың кесенесі де қау бөктерінде тұр. Наның бойынша егер сайрам өлкесіне қандайда бір қауіп түнетін болса, әуле көрінен тұрып, ботасынан айрылған аруанадай босдай декен. Сол себепті қарияны боздақ деп атап кеткен екен. Ақпұра бабамыз. Мұнау кеген адамдар мұн әрде шығып атқан бұлак Ақпұра деген әулее бұлак. Кеген адамдар мұн әуі құран ұқып, ұна бұлактан ниет қылып сұғынан ішеді. Керек босы үйіне алып кетеді, үйе Алла шепа ғылды. Аны жерде шомылатын орын деп оған немесі бар, сөйерден ниет қылып шомылады. Мұна қысқа ғырай бүйірге жетемейді. Енді құда қаласын мені жол салыны батыр, қысқа ғырайды келі үмін күншілік тұбып тұр. Мұна қысқа ғырай кеген дердің өзі шомылмай кетпейді. Қысқа қайты сөз жылып жылып ол үйі өз жатады. Бұғы бұрық ғырай бұрық жатады. Ақпыра бабамыздың өзі де өзі де өзі жерді өзі жерді әтейді таңылаған болу бірік. Осы жерді шыба тау ғаттандарды көп. Келі ғаттандарды қазақстанның түкір-түкірінен әл келі батыр. Өзі де әл келі өзі жерді әл келі бәді өзі жерді өзі жерді өзі де өзі жерді әл келі бәрді. Шаракши утверждает, что паломники после ритуалов на святом месте исцелялись от болезни поясницы, ног, желудка Те, кто не мог иметь детей, становились родителями Те, кто приезжал на колясках, на костылях, оставляли их здесь А самым верным признаком скорейшего выздоровления считается если святой Ахбура приснится больному Ахбура приснится больному Ахбура приснится больному Говорят, что я с ними не знаю, что я с ним не знаю Ахбура приснится больному Ахбура приснится больного Сюда и в хвостах Я паломничаю сюда очень часто Может быть, это раз пятый или шестой, я точно уже не помню. Ездить сюда мне очень нравится. Я посещаю не только мусульманские, но и христианские святыни. Культурное наследие Казахстана, я даже слово такое подобрать не могу, насколько оно богато. Мы начинаем путь с Растанбаба, потом мы едем к Айшабаби-Ана, посещаем Кара-Бура-Ата. Кара-Бура-Ата замечательно, шикарное место, но есть небольшие минусы. Это негде взять Дорет, потому что очень плохие туалеты в очень плохом состоянии. Это единственное, наверное, что хотелось бы улучшить. Все, кто приезжает к Кара-Бура-Ата, обязательно спускаются сюда, к источнику. Считается, что вода это лечебная, она оздоравливает, освежает. Поэтому многие запасаются впрок этой водой, чтобы угостить своих родных и близких. Насчет этих родников десятками бьющих из горных пород тоже есть легенда. Верный верблюд горько оплакивал смерть хозяина и превратился в камень у подножья Казыкурта. Вкусная вода? Очень. Вы впервые здесь? Нет. Не впервые. Мы уже ездим очень долго. У нас общественная организация. Еще одна очень интересная особенность ритуалов паломников уже встречалась нам во время путешествий. У сакральных мест Малгостау часто можно увидеть подобное зрелище. Нередкость оно и для Южного Казахстана. Вот посмотрите, видите остатки горения сальных свечек, которые зажигают люди, которые приходят сюда, паломники. Вот эта копоть считается лечебной, и многие используют ее в качестве лекарства. Мажут на те места, которые болят, беспокоят. Мажут на те места, которые находятся в качестве лекарства. Раппинки, которые прорываются в качестве лекарства. И на те места, он нашел их обыскад plot. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok